Микс Ньюс Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам 17 до 18 часов Добрый день, уважаемые радиослушатели Еще раз, если в первой части вы больше говорили о школьном образовании, то сейчас, ну так у нас получилось мы поговорим, конечно, о вузах хотя понятно, что и вузы связаны и со средней школой именно оттуда приходит большинство все-таки абитуриентов в вузы, сейчас как раз пора приема заявок на обучение в том числе Балтийской международной академии и сегодня у нас в гостях хабилитированный доктор, профессор, академик Валерий Евгеньевич Никифоров, добрый день День добрый Да, мы обязательно поговорим о абитуриентах, будущих студентах Балтийской международной академии тем более до 1 сентября ровно месяц остается но, наверное, так, чтобы это было логично несколько слов о ваших выпускниках я знаю, что вы внимательно следите не только за теми, естественно, кто учится но и те, кто закончил, в том числе давно закончил, есть и клуб выпускников как-то вы с ними поддерживаете связь, знаете об их жизни, судьбе вот что касается выпускников вот 19-го года Ну да, вы знаете, не только прием, но и выпуск являются ключевыми моментами учебного процесса ну и Балтийская международная академия как, впрочем, и любой вуз в летний период как раз решает эти две ключевые проблемы сначала выпуск, вручение дипломов а потом тут же, без какой-либо существенной временной паузы мы начинаем заниматься набором новых студентов ну, в этом году Балтийская международная академия выпустила более 500 абсолвентов значит, это выпуск по программам колледжа бакалавским, магистерским программам и докторской программам, потому что у нас есть докторантура тоже то есть, весь цикл, практически, да? да высшего образования да, все уровни высшего образования ну, как сказать цифра 500 ну, и небольшая, и немаленькая для нас по нынешним временам это довольно существенно вот, ну, тем не менее, в общем-то мы получили этих 500 дипломов естественно, вручение проходило традиционно в торжественной обстановке гимн, студенческий гимн мантии, поздравления родители, гости, работодатели и так далее и работодатели да, да, потому что некоторые из работодателей у нас заседают в комиссиях по защитам что, в принципе, логично связь теории и практики да, совершенно верно ну, например, очень многие годы это делает известная личность республики Илья Залманович Герчиков ну, и у них тоже, вот так сказать, есть определенный интерес их приглашают и иногда, несмотря на занятость некоторые из них откликаются на эти приглашения ну, кого мы, собственно, выпустили ну, я нескромно надеюсь что мы выпустили компетентных специалистов которые имеют научную картину мира как систему логически упорядоченного логически непровидчивое иерархически упорядоченного истинных знаний которые позволяют им находить преобразовывать нужную информацию с помощью которой решаются те проблемы и задачи, которые возникать будут в их профессиональной деятельности ну, и в реальной жизни тоже в принципе мы можем за 27 лет своего существования гордиться довольно большим числом выпускников среди которых много и депутатов Сайма и очень известных бизнесменов и так далее То есть они как-то себя нашли в этой жизни еще раз они как-то себя нашли в этой жизни да да вот многие или по крайней мере некоторые нашли и добились существенных успехов а если такая вот ситуация мне кажется что есть может быть я не прав что вот фактически из года в год вот те профессии которые популярны востребованы студентами они в принципе этот список этот топ не меняется это так или все-таки за последние годы какая-то коррекция происходит Вы знаете трансформация происходит но она незначительная вот если опять вернуться к нашим выпускникам этого года то наибольшее число дипломов мы вручили юристам менеджерам и специалистам по управлению туристическим и гостиничным бизнесом но это сейчас видимо актуально да и это не только в этом году аналогичная ситуация была в прошлом году в позапрошлом году и так далее то есть гостиниц у нас много туристов тоже вроде бы да вот эта проблема ну проблема что в общем-то выпускники школ идут в основном в гуманитарную сферу она продолжает иметь место быть да вот я знаю что когда происходит выпуск понятно что это такой торжественный момент никто может быть сразу не задумывается если они сами уже не работают о какой-то трудовой деятельности об успехе в карьере но я так понимаю наверное не всегда вот успех в карьере определяется только какими-то профессиональными навыками да наверное есть какие-то другие там умения не знаю сработаться в коллективе с людьми и так далее не знаю обучает ли это сейчас вузе наверное времени на все не остается но в принципе вот зачастую даже вот когда говорят вот успешный человек понятно что он наверное профессионал в своей сфере но есть же такой другой же профессионал который говорит ну как-то у меня карьера неудачно сложилась потом выясняется что там не знаю он достаточно так вот сквоченный с этим посольство с этим посольство все признают что он вроде хороший специалист но как мы понимаем что вот эти человеческие отношения иногда могут и карьеру погубить Абик я с вами полностью согласен потому что вот люди с жизненным опытом видят что успех человека в жизни очень часто определяется не только а иногда даже не столько профессиональной компетенции сколько умение построить отношения с окружением умение адекватно оценивать себя в этом окружении умение доказательно убедительно публично выступить доказательно убедительно провести деловой диалог и так далее и так далее и вот это не менее важно чем профессиональные знания тем более что конкретные профессиональные знания быстро устаревают между прочим да умение построить отношения умение выступить, они, извините, со времен античности не претерпели. Кстати говоря, да. Просто мы же понимаем, если взять тех, кто учился, при всем уважении, в 70-е, 80-е годы и сейчас. Но мы же понимаем, я уже не говорю про компьютеризацию, но даже общая система знаний, подачи, информации, и вообще наука как шагнула вообще, какими шагами. Это же день и ночь. Вот если об этом говорить в рамках популярной сейчас компетентностной концепции, то у нас есть своя система обеспечения и контроля качества подготовки специалистов. В нее заложена следующая идеология, что мы должны, допустим, за 4 года профессиональной бакалаврской подготовки обеспечить формирование профессиональной компетенции. У юристов это одно, у менеджеров другого, у психологов третьего, у дизайнеров четвертый и так далее. Но кроме того, мы должны сформировать информационную компетентность. Что это? Это не только умение найти нужную информацию, но и способность ее адаптировать к возникшей проблеме. И что сейчас становится особенно важным – способность оценить степень достоверности информации. Интернет превратился в информационную свалку. Извините, найти там достоверную информацию… Надо хорошенько покопаться и знать, какая достоверная какая нет. Да, извините, но не просто покопаться, а надо, в общем-то, иметь какие-то репрезенты, по которым ты будешь искать эту достоверную информацию и так далее. Вообще, по большому счету, это высший пилотаж. И если вот вы постояете задачу, а что на сегодняшний день у человечества есть, как средство отличия достоверной информации от недостоверной, то даже тот же интернет вам мало чего даст. Итак, профессиональный комитет информационная, коммуникативная. Уметь построить отношения с окружением – чрезвычайно важно. К этому добавляется в нашей системе обеспечение контроля качества еще социально-правовая, потому что все мы живем и работаем в окружении людей, которые определенным образом организованы. Нужно знать правила этой организации, которая существует в виде, например, юридических законов, в виде традиций, моральных ценностей и так далее. Кроме того, важно же не только что-то знать, но и знать, как использовать это знание. Инструментальная, методологическая компетентность. И, наконец, мировоззренческая. Потому что рано или поздно, но у каждой из живущих на славной планете Земля задумывается на тему, зачем он это делает, живет. Какой смысл это имеет? И весьма печально, если человек, задумавшись об этом только в конце жизни, и обратившись, допустим, к специальной литературе, вдруг выясняет, что, оказывается, у жизни самой по себе никакого смысла нет и, в принципе, быть не может. Смысл в жизни каждого из нас может появиться только в том случае, если мы сами его внесем в свою жизнь. В виде каких-то ценностей, программ, устремлений и так далее. Ну, просто так, да. Да. И вот, понимаете, вот эту программу компетентности и мы реализуем. Например, вот я говорю об информационной компетентности. Конкретной дисциплине. Вот, например, у нас все программы, все, и юристы, и менеджеры, и психологи, и дизайнеры даже изучают курс логики и риторики как средство быть доказателем и убедителем, а не просто произносить очевидный ля-ля. То есть, неважно, какую специальность осваиваешь, а вот такая базовая подготовка нужна. Естественно, естественно, потому что логика – наука о формах мышления. Это не я, а оно присутствует везде и всегда. Так вот, припределяя по такой схеме, мы и реализуем вот эти компетентности, о которых сегодня так много, и, честно говоря. Да. Вот что касается бакалавров, ну, разобрались. Что касается магистров, все-таки это такое уже следующая ступень. Я знаю, что многие считают, что получили бакалавровский диплом. Работу нашли, но, может быть, достаточно. Все-таки какая мотивация у тех, кто приходит к вам магистры? Ну, знаете, около трех лет назад изменились вообще-то профессиональные стандарты. Да. И образовательные тоже. И если раньше бакалавровский диплом профессионального бакалавра давал право быть менеджером, юристом, психологом, то потом это изменение привело к тому, что он дает право только быть ассистентом психолога, помощником юриста и так далее. То есть повысили вот эту планку требования. А юристом, психологом или вообще любым специалистом в полном объеме можно стать только имея магистерский диплом. В чем-то логика есть, да. И поэтому, да, определенный логик есть. Кроме того, вообще-то это и мировая практика. Ну, и, в общем-то, историческая практика тоже такова. Высшим образованием считалось то, что продолжается по крайней мере пять лет. Вот, кстати говоря, да. И вот бакалавр плюс и магистры дает эту минимальную подготовку. А те, кто закончил бакалавра, могут плавно к вам перейти в магистратуру по тем же специальностям. Я правильно понимаю? Наверное, более того, многие это делают сразу. Получив диплом бакалавра в начале лета, в конце лета уже оказываются нашими магистрами. Многие, ранее получив диплом бакалавра и уже работая, приходят потом в магистратуру. Например, массовый характер это носило по отношению к такой специальности и программе обучения, кстати, популярной у нас, как социальная работа. Вот, понимаете, в такой профессии вообще в советские времена не существовало. А сейчас это очень востребовано. Потом она появилась. Она была очень востребована, но не было специалистов по социальной работе. Многие, мы и другие некоторые вузы открыли специальную социальную работу. Народ пошел, получил бакаровский диплом, начал работать. А через некоторое время, вот из-за тех изменений, о которых я говорил, и поработав, они приходят к нам в магистратуру на ту же социальную работу. И я заговорил о социальной работе потому, что там это носило особенно массовый характер. Вот я знаю, возвращаясь к будущим студентам, абитуриентам ныне, которые вот уже приходят к вам в вуз, видимо, узнавать об обучении. У каждого преподавателя есть свой прием. Я помню, вы всегда говорите тем, кто пришел, по существу, выпускникам 12 класса, вы говорите, ну, простой пример, чтобы выяснить, как вы там вообще подготовлены, что кусок там железа в воде тонет, а корабль, сделанный из железа, не тонет же. И я так понимаю, что далеко большинство почему-то не могло на этот вроде бы простой вопрос, отучившись в 12 лет, ответить. Как сейчас вообще ситуация со школьным образованием улучшилась? Больше людей тянут руки и говорят, да я вам сейчас объясню, чем же все-таки кусок металла от корабля-то отличается. Вы знаете, мы говорим о чем? О том, что сегодня одним из, на мой взгляд, самых серьезных недостатков нашего школьного образования является то, что не научают пониманию. Почему это плохо? Потому что знаниями практически можно воспользоваться, только имея понимание. Проиллюстрирую это примером. Вот, например, в школе объясняют, что электрический ток – это направленное движение электронов. Что провод – это как бы сосуд, по которому текут эти электроны. Что бытовая электропроводка устроена так, что один провод так называемый фазный, другой – нулевой. Да. Школьник это знает. Но если открутить защитную крышку розетки, определить, какой провод фазный, какой нулевой, и попросить поставить палец на нулевой, что, согласно теории, абсолютно ничем не грозит, потому что это земля. Земля, да. Многие побоятся это делать. Потому что могут поставить не туда. Нет, не поэтому. Потому что они-то знают, что ничего не должно быть, но не верят. Потому что они не понимают, в конечном счете, как это работает. То же самое… Хотя они заучили. Заучили, но не поняли, да? Да. А вот, понимаете, ну, если ты не понимаешь, то даже имея знания, которые не понимаешь, ты им практически воспользоваться не сможешь. Ну да, ты не понимаешь. И, к сожалению, все это продолжается. Да, все эти тесты на заучивание, да. И непонимание не только по простым вопросам, типа, почему кусок железа тонет, а корабль сделан из этого куска железа плавает. Но я уже не говорю о более сложных. Вот, например, ну, совершенно на полном серьезе рассуждают о путешествиях во времени. Думают, что можно вернуться в прошлое. Или, наоборот, перескочить в будущее. И, кстати, тот же интернет приполнен всякими неграмотными рассуждениями на опыт. Но еще в 1905 году в специальной теории относительности Эйнштейн показал, что природа времени такова, что времени как реальности вообще не существует. Его нет. Поэтому в нем не в чем путешествовать. Ни туда, ни назад, ни вперед. Есть другое. Мир устроен так, что он постоянно изменяется. Изменчивость мира и есть время. Но времени самого по себе попросту не существует. Поэтому с проблемой понимания вообще-то очень тяжело. Дело доходит до того, что очень многие не понимают даже того, что они не понимают. Потому что, как я очень часто шучу, чтобы понимать, что не понимают, но уже что-то нужно понимать. А если ничего не понимаешь, то не понимаешь и того, что не понимаешь. Да. Как это? Это вроде бы игра слов, а на самом деле это такая... Да. Это имеет бесспорный смысл. Поэтому проблема понимания по-прежнему актуальна. По-прежнему актуальна. Вот мы знаем сейчас такой компетенции подход. Мы знаем, что в школах сейчас это будет активно внедрять. Но, как я понял из того, что вы сегодня рассказываете, уже, допустим, в вашем ВУЗе это вот такая компетенция подход уже давно внедрена. Ну, сегодня, не вчера, а и давно уже. Знаете почему? Потому что, вообще-то, это выдумка, возникшая в рамках Болонского процесса. Это придумал не господин Шадурский, и не МОН Латвии. Извините, это действительно подход, который возник в рамках Болонского процесса. И возник достаточно уже давно. Да. Вот, может быть, еще один такой момент в первой части, коротко, может быть, мы успеем обсудить. Вы упомянули и докторантуру. Все-таки те, кто идут в докторантуру, это люди, наверное, мотивированные действительно заниматься наукой. Ведь не просто там они хотят на визитке написать, что я там, не знаю, доктор экономики или там, не знаю, доктор права. Это действительно те, которые будут вот это новое знание создавать, да? В принципе, да, но есть исключения. Вот, например, у нас есть докторантуру по праву. Туда идут, например, адвокаты, которые вообще-то не преподают нигде. И некоторые из них вообще не собираются преподаваться. Не собираются, да. И вообще вполне успешные люди. Но, да, и вполне успешные люди. Но они знают мировой опыт. Они знают, что если в визитной карточке будет еще доктор наук, то это уже другой уровень клиентуры и другой уровень гонораров. Вот. Ну и кроме того, ну, знаете, людям вообще-то свойственно стремление к самосовершенствованию. И поэтому, в общем-то... Нужно это поощрять. Ну, а те, кто вузовские преподаватели, мировая практика во все времена и у всех народов следующая. За наличие ученой степени всегда платят другие деньги в вузе, чем при отцустве. Это четко привязано, и в латвийском законодательстве это так. Так это и прописано, да? Нельзя стать доцентом даже, не будучи доктором. Тем более, нельзя стать ассоциированным профессором, и тем более профессором, будучи доктором. А заработная плата, согласно закону, любой вуз, в том числе и частный, не вправе платить меньше определенной суммы доценту, ассоциированному профессору, профессору. Все прописано. Да, все прописано, понимаете? Поэтому, так сказать, здесь... Да, все объяснимо. Поговорим как раз о том, каких студентов вы ждете. Валерий Евгеньевич Никифоров на студии, хабритерный доктор, профессор. Небольшая пауза новостей и рекламы. Не переключайтесь. Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Хабритерный доктор, профессор Балтийской международной академии. Валерий Евгеньевич Никифоров. Вот мы говорили о выпускниках, о компетенции. Подошли плавно к первому сентябрю. Хотя, я так понимаю, что набор на отдельные программы, наверное, будет и после этой даты. Да, так я понимаю, по традиции. Что меняется, кого вы ждете из абитуриентов? Может быть, несколько слов об этом. Ну, знаешь, меняется что? Ну, с 1 сентября вступает запрет на преподавание даже в частных вузах на русском языке. Вот это приводит к тому, что, конечно, вот наши традиционные иностранные студенты из бывших республик бывшего Советского Союза, которых у нас было очень много, в первую очередь из Узбекистана, Казахстана, Грузии, Армении, Белоруссии, России. И России тоже. И России тоже. Они, конечно, уже поедут в Литву и Эстонию. Где на русском языке по-прежнему можно учиться? Более того, буквально месяц назад Каунарский университет с большой помпой объявил об открытии даже новых четырех программ обучения на русском языке. В Клайпене? В Клайпенский университет, да, государственный. Государственный на русском языке? Да. Четыре новых программы. Значит, в Эстонии как преподавали, так и преподают. В том числе и Тартовский госуниверситет преподает. И частные вузы тоже, да. Поэтому, в общем-то, вот частично наши потенциальные абитуриенты переориентируются. Это же абсурд какой-то. Да. Не слов, как говорится. А литовские максимумы или Акрополис и так далее. Но, тем не менее, к нам едут студенты, которые готовы учиться на английском языке. Правда, немножко меняется география. Вот, например, в этом году довольно большой поток из Пакистана. Поэтому, ну... На английском преподавать можно еще пока, да? Пока, как ни странно, можно, да. Ну, видите, Абик, с английским. За английский не надо опасаться, потому что до начала 19 века вообще во всех европейских университетах преподавали на одном языке, на латыни. Потом промышленная революция потребовала большого числа специалистов в высшем образовании, стали преподавать на национальных языках. Но сегодня многие университеты, вот, например, в Дании и Голландии, перешли практически only English. И сегодня в науке английский становится новой латынью. Ну, и, естественно, всего то, что высшее образование и наука вообще-то не должны быть отделимы, потому что на знамени Болонского процесса даже большими буквами написано, что в университете преподавание должно быть основано на научных достижениях, а не на соображениях там здравого смысла, обыденного опыта или еще чего-то, да? Поэтому за английский можно быть спокойным. Очень интересно поступили поляки. Знаете, они внесли в законодательство такое изменение. У них тоже было записано языки ЕС. Они взяли и эту запись расширили. Языки ООН. Что, как вы понимаете, приводит к тому, что... На русском языке преподавать можно и в Польше. Совершенно верно. Несмотря на все сложности взаимоотношений Польши с Россией, там все-таки с языками не воюете. Совершенно верно. Так мы по существу что? Сами стрельнули себе в ногу и фактически будем проигрывать в этой конкурентной борьбе. Так я понимаю, да? Ну, во-первых, не первый раз. Да. Это стабильность. Так что ситуация обстоит таким образом. Будем надеяться, что Конституционный суд все-таки примет здравое решение. Повлиять не можем. Но возвращаясь все-таки к абитуриентам, кого вы ждете вообще? Вот вы уже сказали о том, что иностранные студенты подтягиваются. Если говорить о абитуриентах из Латвии, можно ли нарисовать его портрет? Что это за люди? Я знаю, что у вас и филиалы есть, куда тоже, естественно, поступает. Абик, ситуация следующая. Как мы, или, по крайней мере, я ее понимаю. Всего того, что мы не государственный вуз. И у нас, за исключением тех стипеней, которые мы выделяем, проводя каждый год конкурс на бесплатное обучение в течение всех четырех лет по бакалаврской программе, мы, желая получить сильных абитуриентов, рефлектантов, проводим такой конкурс. И победители его 100% бесплатно учатся четыре года. Правда. Для того, чтобы они не расслаблялись при определенных условиях. То есть они должны сдавать сессии не ниже определенного уровня. Так вот, за исключением этого, все остальные учатся у нас за оплату. А когда человек платит, то вообще вопрос о том, зачем он учится, где он собирается работать и так далее, излишим. Некоторые девочки учатся только для того, чтобы, может быть, походка их стала немножко более уверенной. Понимаете? И это есть право. А потом будет работать домохозяйками, условно говоря. Совершенно верно. Извините. У них есть такое право учиться? Есть. В моем понимании есть. Кроме того, знаете, что исследования показывают? Вот, например, американские психологи исследовали влияние верхнего образования на быт выяснилось, что домохозяйки с верхним образованием даже грязную посуду убирают по другому алгоритму, чем те, кто не имеет верхнего образования. Более эффективно? Более рационально. Типа используют поднос и так далее, и так далее. Понимаете? Так вот, вообще-то, бесполезных знаний не бывает. Это заблуждение. Да, когда кто-то думает, что эти... Извините, это только старшеклассники думают, что вот эти предметы им нужны, а вот те-то, те-то и те-то не нужны. Иногда так думают студенты на первом курсе. Да, и потом, когда они уже к середине первого курса, понимают, что... А шутки-то закончились. Естественно. И никто бегать за вами не будет. Естественно. Вот поэтому, вообще-то, двери Балтийской международной академии открыты для всех, кто хочет учиться. Ну, естественно, мы выполняем те законодательные требования, минимальные, которые существуют, да? Но мы не работаем по заказу какой-то фирмы и так далее, и так далее. На Бакалаврском уровне точно нет. На Магистовском иногда такое бывает. Это значит, сами работодатели фактически заинтересованы получить специалиста. Все хорошо, все хорошо, но вот этого им не хватает. Мы тогда говорим, ну, хорошо, давайте совместно попробуем добавить какой-то учебный курс, который обеспечит их теми знаниями, навыками и навыками, которые... И вы добавляете, это можно делать? Это можно делать, да. По законодательству вообще в аккредитованную программу можно вносить до 20% изменений. Уже, уже аккредитованную. Ну, а, естественно, у нас все программы аккредитованы. То есть у вас аккредитация есть, да? Не аккредитованные программы никому не нужны, ибо тогда диплом не признается всеми 27,5 странами ЕС. Вот. А сегодня, в общем-то, вот это европейское признание, оно, кстати, является самой главной привлекашкой. И вот для тех, кто к нам прилетает из Узбекистана, Казахстана... Потому что они знают, что это европейский диплом. Совершенно верно. Совершенно верно. Но я так понимаю, что те, кто учится уже на русском, вы их долучите на русском языке, да? Я так понимаю, что новых вы пока не имеете. Слава Богу, этого права нас никто не лишит. Только сейчас вот новых, к сожалению, да? Да. Нельзя будет. Но получается, что все равно потоки на английском и латышском вы будете набирать вот эти параллельные. Да, и мы набираем их уже, да? И мы набираем. Это, конечно, требует дополнительных усилий. Это, конечно, связано с дополнительными вложениями, потому что надо же сделать информационно-методическое обеспечение на всех языках, на которых мы преподаем и так далее. Но в силу того, что у нас английский поток уже давно существует, он существует в первую очередь благодаря тому, что вы уже знаете эту европейскую программу Erasmus. Да. Erasmus, которая открывает прекрасные возможности студенту в течение, например, четырех лет магистры бакалаврской программы целый год провести в любом университете, с которым у нас есть договор. А у Балтийской международной академии на сегодняшний день есть договора со 160 с чем-то университетами разных стран. То есть, в принципе, обязательно можно один год где-то провести. Совершенно верно. Точнее, не один год, а два семестра. Ну, два семестра, получается. Обычно студенты поступают так. Один семестра проводят в одной стране и в одном университете, второй семестра в другом университете и в другой стране. Исключение составляет только Греция, в которую норовят уехать сразу на год. Объяснение очень простое. Греция, несмотря на свое неблестящее экономическое положение, до сих пор всех студентов, и своих, и иностранных, кормит семь раз в неделю, три раза в день бесплатно. Вот так, да? Для студентов это серьезная экономия. Потому что Эрасмус – это выделение денег студенту. А что он с ними делает? То есть, он на них должен жить, питаться и так далее, и так далее. Так вот, по Эрасмусу к нам тоже приезжают уже сотни в течение года студентов из других европейских стран. Ну, и почти все они, естественно, не могут и не хотят учиться ни на русском, ни на латышском языке. Поэтому наш английский начался вот с этих моментов. Всего того, что программа Эрасмус существует уже достаточно давно, степ-бай-степ мы уже имеем очень много обкатанных курсов на английском языке и, естественно, их исполнителей. Что касается филиалов, там приходят, я знаю, и те, кто уже работает давно, хотят повысить свой образовательный такой уровень, да, и квалификацию. Совершенно верно. Ну, с филиалами, значит, в этом году у нас появились новые формы. Традиционно, как мы работали, по пятницам и субботам в филиалы выезжали преподаватели из Риги, проводили там занятия, а в обычные дни мы читали лекции по телемостам и транслировали эти лекции в режиме онлайн-филиалы. Сейчас мы поменяли нашу техническую базу, и сейчас у нас студент с любой точки по скайпу может войти… В учебную аудиторию. Да, образно говоря, в учебную аудиторию, где проходят и лекции, и видеть, и слышать, и даже задавать вопросы, находясь дома, на рабочем месте и так далее, да? Чтобы, ну, это, в принципе, логично, 20 человек на дворе. Да, и более того, эти занятия записываются, хранятся на сервере, и любой наш студент вправе в удобное для него время взойти на сервер и эту лекцию просмотреть и прослушать. Это ему поможет при подготовке курсовых экзаменов и так далее. Да, поэтому мы стремимся к тому, чтобы в свое время, когда я предлагал ректору МГУ профессору Садовичу открыть филиал МГУ на базе Балтийского русского института, он мне сказал, Валерий Викторович, филиал – это всегда потеря качества. В МГУ с 1755 года не было ни одного филиала, и это хорошо, ибо филиал – это всегда потеря качества. Сказал Садович. Я сказал, да, Виктор Антонович, ну, конечно, без потерь качества не обойдется, но мы ваш флаг не уроним до неприличного уровня. Кстати, сейчас у МГУ семь филиалов. Кстати. Начиналось с Риги. Да. Например, один из последних в Баку построили какое-то современное суперздание, для филиала МГУ построили здание в Бишкеке, специальное и так далее. И уже больше никто о потере уровня качества не говорят. Да, с 1700 какого-то года. Хотя, конечно, определенные потери качества присутствуют, но для того, чтобы они были минимальны, мы используем вот эти технологии и все время их совершенствуем. Я так понимаю, что многие, условно говоря, вчерашние ваши студенты, потом многие из них приходят и преподавать, да? Ну, не многие, но, во-первых, знаете, лучшим выпускникам бакалаврской программы мы сами предлагаем магистерскую программу продолжить обучение магистерской и предлагаем на весьма льготных условиях. То есть, скидка такая довольно. Ну, минимум 50%. Вот. И, естественно, мы лучших выпускников магистратуры предлагаем, рекомендуем и предлагаем им наши докторские программы, да? Ну, докторская подготовка, она штучная, можно сказать. Три года, да, доктор Антон? Да, доктор Антон, три года, вот. Ну, 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 так сказать, тем не менее. Да. Поэтому, ну, знаете, мы боремся за то, чтобы у нас были высоко мотивированные, способные, целеустремленные студенты. Они создают нужную нам атмосферу. Кроме того, вообще-то целесообразно учебный процесс строить в расчете не на среднего студента, а на три четверти от среднего. Да. Потому что небольшая беда, если слабый не разберется, большая беда, если потенциал сильного мы загубим. Не раскоем, да. Своим низким уровнем требований, подачи материала и так далее. Потому что я выскажу, может быть, спорную или даже крамольную мысль, но в отличие от привычного для нас марксистского понимания о том, что якобы меньшинство живет благодаря большинству, в моем понимании все с точностью наоборот. Большинство из нас существует благодаря меньшинству лучших из нас. И это, в принципе, наверное, логично. Интересная такая философская мысль. Валерий Евгеньевич Никифоров у нас был в студии, представитель Балтийской международной академии. Есть еще и у родителей, и у самих выпускников школ возможность подумать и решить вопрос с поступлением в ВУЗ. Спасибо большое.